Всем добрый день, я Алена Акс. И для всех, кто присутствовал на вебинаре, а также для тех людей, которые послушали его в записи, как и обещала, отвечаю на возникшие вопросы. Сегодня раскрою несколько вопросов, на мой взгляд, самых актуальных, и дальше планирую записать ещё несколько видео, чтобы удовлетворить все ваши ожидания. Итак, один из интересных вопросов, который я отобрала, он, кстати, и прозвучал как первый, «Как найти наставника?» Уже более пяти лет гляжу во все глаза и не могу увидеть. Кажется, что топчусь на месте. Очень важная тема здесь затронута. Но если коротко, я, конечно, буду делиться своим опытом и опытом моих коллег для любого человека, который так или иначе находится в стадии такой потребности саморазвития, он всегда будет искать для себя наставника, преподавателя, учителя, мастера. И для меня определяющими здесь критериями является первое. Тот человек, которого я беру себе в наставнике, которого я выбираю, потому что здесь действительно вы будете выбирать, не слепо следовать, а хорошо бы выбирать и выбирать осознанно. Так вот для себя первым важным моментом я определяю следующее. Я стараюсь просмотреть жизнь человека, насколько это возможно, насколько это доступно мне, на соответствие тому, о чем он говорит, то, что он заявляет, то, чему он учит людей, и его реальной жизни. То есть вопрос двойных стандартов. Когда мы говорим одно, рассказываем красивые, интересные вещи, которые в теории, да, очень хорошо звучат, но в реальности, в жизни не так легко реализуются. Так вот, если человек соответствует заявляемым ориентирам, и он их реализует своей жизнью, то для меня это авторитет. Далее, естественно, что я буду смотреть на разумность того, что человек преподает, передает, то, чему он учит. И на сегодняшний день у нас есть хорошие возможности проверить учителя. Это, кстати, традиция тибетской йоги. Там ученик имеет право и даже в некоторых случаях должен проверить учителя на истинность того, что он даёт. И здесь те знания, которые передают учителя, они хотя бы должны базироваться на каких-то разумных вещах, которые вы можете проверить. Здесь в помощь нам источники, первоисточники какие-то, если эта тема отражена в первоисточниках. Если же это что-то из области нью-знаний, то нужно смотреть, на что опирается этот мастер, насколько разумны его доводы, аргументы, и можно ли их проверить. Ну и ещё очень важным, конечно, но не определяющим, на мой взгляд, это количество последователей. Очень часто я, например, это наблюдала, что идёт какое-то слепое преклонение, слепое следование тому, что транслирует мастер. И это не всегда разумно и не всегда вообще базируется на каких-то конкретных аргументах и фактах, можно так сказать. Очень много шаманизма, очень много я наблюдаю сейчас слепого следования просто личности гуру. Всё очень красиво обставлено, ритуально, но на самом деле под собой, кроме такого шоу, ничего больше нет. Поэтому здесь, конечно, включаем свой разум, включаем интуицию, просматриваем. И только после того, как вы хоть как-то проверили этого человека, ну, можно как-то следовать этому пути. Следующий вопрос касается известной техники так называемой югической приветствия Солнца. Это последовательность асан, которая выполняется в определённом режиме дыхания, которая выполняется в определённой последовательности. Их есть несколько вариантов. Что могу сказать? На взгляд наш, последователей и пропагандистов корректного отношения к позвоночнику, в этих последовательностях, конечно, присутствуют некорректные положения. Но при как бы большом желании всё это можно модифицировать, заменить и придать приветствию Солнцу какой-то очень, в общем-то, приемлемый, корректный вид исполнения. Ну, вопрос только стоит в том, надо ли этого. Потому что если практиковать корректную йогу, которую мы предлагаем вам, в принципе, любой урок, который вы найдёте в интернете, либо вы приходите заниматься в зал с инструктором вашей йоги, вы получите полноценную практику без дополнительных каких-то ещё, ну, использования каких-то последовательностей. Хотя, опять говорю, при условии любую эту последовательность Сурина Маскар можно адаптировать к корректному, в общем-то, корректному исполнению. А вообще, насколько я знаю, насколько я изучила эту тему, это всё нововведения, это не древние йогические практики, если говорить об этом. Возникла она там в 19 веке на волне привнесения в йогу спортивного аспекта, когда возникли, в общем-то, все основные сегодняшние направления йоги. Следующий вопрос. Вопрос от молодых мам. После родов какие асаны можно выполнять и вообще, что можно делать в йоге при диастазе? Диастаз – это известное, такое, скажем, физическое отклонение, которое может возникнуть у рожавшей женщины если в послеродовой период сразу она начала выполнять агрессивные нагрузки на пресс, расхождение прямой мышцы живота. Поэтому мы не рекомендуем женщинам сразу после родов начинать заниматься как-то активно физически. Надо дать время телу восстановиться, потому что очень серьёзные стрессовые нагрузки испытывало тело в родах. И природа тела направлена на спокойное восстановление. Если туда не внедряться, то по истечении четырёх-шести месяцев можно приступать к практике асан, и там уже практически нет никаких ограничений. Все те же наши упражнения, все те же последовательности, может быть, в более бережном режиме, и отталкиваться, конечно, от своего состояния на момент практики. В общем-то, вот такие рекомендации послеродовой период. Езда на велосипеде рекомендуется или нет? Мы говорили с вами на вебинаре о том, что вся наша жизнь, если говорить о последователях ваджра йоги или вообще о разумных людях, которые так или иначе с этим знанием соприкасаются, все наши бытовые движения отталкиваются от идеи корректного отношения к позвоночнику. То есть мы исключаем из своей жизни, стараемся, по крайней мере, потенциально агрессивные движения. То есть то, что может в потенции привести к смещению позвонков и, как следствие, передавливанию спинно-мозговых нервов. Поэтому езда на велосипеде по ровной местности с хорошими велосипедными дорожками, на хорошем велосипеде, в котором есть система амортизации, переключения скоростей, пожалуйста, это совершенно корректная физическая нагрузка. Главное с него не упасть и стараться не ездить по пересеченной местности, там, где вы добавляете дополнительную встряску для позвоночника. Следующий вопрос. По мужчинам. Как помогает йога при простатите? Ну, вот если говорить честно, йога при простатите особо вам не поможет. И если вам где-то обещают какие-то супертерапевтические воздействия йоги на тело человека, я думаю, что там есть немножечко лукавства. Да, мы все получаем определенные результаты и для каждого тела они будут свои. Но если говорить конкретно о конкретном заболевании, то, если вы слушали вебинар, наверняка уже пришли к пониманию того, что что-то здесь завязано на положении позвонков. И это действительно так. Простатит является следствием смещения таза и позвонков в пояснично-крестцовом отделе. Как только выставляется таз и восстанавливается иннервация репродуктивной системы органов малого таза, проблема может сама собой, в общем-то, сойти на нет. Плюс мы прибавляем практику корректной йоги, которая все время направлена на вытяжение, стабилизацию мышц, прокачку крови и лимфы. Ну и вот в симбиозе эти вещи будут способствовать оздоровлению организма. Но опять-таки нужно понимать ключевое звено. Если вы будете практиковать йогу и специальные какие-то асаны, которые вам кто-то рекомендует, конкретно направлены на излечение от простатита, ну вот так по-честному, навряд ли у человека появятся действительно эти результаты, о которых ему, в общем, обещают. Если не решать ключевую проблему, не выставлять таз, а это, опять-таки, либо костоправство, либо практика в постоянном режиме практика корректных асан, что тоже, в общем-то, может поспособствовать выравниванию таза. Ну и мулабанха. Мулабанху мы рекомендуем всегда и всем. Корневой замок. Можно посмотреть в интернете, либо вас задать вопросы. Я вам уже лично напишу, что такое корневой замок, как работать мышцами таза во дна. Определённое сокращение определённых мышц будет стимулировать кровообращение. Это будет хотя бы профилактировать застойные явления. Соответственно, вы, может быть, так быстро не придёте к конкретным заболеваниям. Но, опять-таки, не забывайте о ключевом звене позвоночника и положении таза. Можно коротко о неправильном расположении таза и как его скорректировать. Вот как раз перекликается вопрос с предыдущим, что скорректировать положение таза, если у вас нет возможности правиться у хорошего проверенного костоправа, можно астанами. Есть определённые астаны, которые мы выполняем, которые стабилизируют таз. И здесь мы, конечно же, рекомендуем людям всегда избегать неровного положения таза, то, что называется, в скрутках, повороты за пределы природной подвижности тела и так далее. Хорошо. Можно... Когда можно начинать занятия после операции по гинекологии? После операции по гинекологии, так же, как и после любой другой операции, есть период восстановления. То, как вам рекомендовал ваш хирург, лечащий врач, какой период восстановления для вашего тела, по той динамике, которая у вас происходит, вы должны, естественно, выдержать, и потом приступать уже к какой-то физической нагрузке. Опять-таки, всегда опираться на допуск тела, не забывать про собственные ощущения, чувствовать пределы и, в общем-то, не входить в состояние такой паники, что нужно срочно со своим физическим телом что-то начинать делать, потому что вы какое-то время были обездвижены в постоперационной. Всё должно идти в разумных пределах, опирайтесь больше на силу разума, и тогда, в общем-то, я думаю, что всё, что будет происходить после операции, будет происходить в более таких разумных и мягких формах. Хорошо. Выравнивание осанки. Можно ли, возможно ли увеличить расстояние между позвонками? В своей практике, в практике корректных асан, в аджа-йоге, мы всё время, каждое занятие говорим, что наша главная задача на фоне расслабленного, вытянутого позвоночника прокачать кровь и лимфу. И, конечно же, практически все наши асаны направлены на вытяжение спины. Для того, чтобы создать в теле правильное вытяжение, надо понимать, что специальных вытягивающих мышц и такого рефлекса у наших мышц нет. Поэтому здесь нужно понимать биомеханику, как работает тело, и создавать определённые положения, в которых вытяжение будет происходить. И, в первую очередь, это, конечно же, будут наклоны, правильно отстроенные, с мышечной поддержкой, с согнутыми коленями, когда вы всё внимание направляете на ощущения в спине, плюс сила гравитации и правильные отстроенные векторы вытяжения. Вот тогда можно добиться вытяжения межпозвоночных пространств. И ещё очень важно взять себе за такой ориентир, воспитать себе привычку спать на спине. Так сложилось, что только в положении лёжа на спине наш позвоночник имеет способность немножечко удлиниться, и появляется пространство между позвонками, есть надежда, что где-то высвободятся зажатые спинномозговые нервы. Туда пойдёт кровообращение, мозг немножечко начнёт слышать сигнал из поджатого спинномозгового нерва. И вот в этот период, в период ночного сна, у вас будет происходить восстановление. Именно поэтому в конце практики мы обязательно используем шавасану. Для нас она считается волшебной асаной. Ну и по статистике есть случаи, когда человек, например, после инсульта, не используя никаких вспомогательных медикаментов, просто находясь в положении шавасаны или лёжа на спине, через какое-то время естественным образом восстанавливались основные функции организма, которые пострадали вследствие инсульта. Поэтому вытяжение возможно. Нужно просто немножечко разобраться в законах работы этого тела, данного нам с вами в пользование. Следующий вопрос. Висцеральный терапевт может хоть как-то помочь? Да, очень хорошо, если есть возможность хотя бы раз посетить висцеролога. Это специалисты, которые работают с восстановлением органов брюшной полости через их обдавливание. Мягкое обдавливание немножечко корректирует положение органов, где-то что-то, может быть, даже ставят на место. И при условии, что вы не занимаетесь специальным вытяжением позвоночника, у вас нет возможности править позвоночник, выставлять позвонки на место, висцерология будет выступать хорошей компенсацией. Так же, в общем-то, как и практика йоги. Это всё-таки больше компенсация. И это гораздо лучше, чем этой компенсации не будет. Поэтому я висцерологов рекомендую. Очень хорошие техники. Это древние славянские техники. И есть люди, которые очень хорошо владеют этим искусством висцерального массажа. Поэтому, да, работа с животом очень важна. Следующий вопрос. Можно ли сидеть на стуле со скрещенными ногами в полулотосе, когда работаешь за компьютером или смотришь фильм? Можно сидеть как угодно. Имеется в виду с прямым тазом. Так, чтобы соблюдать параллель таза и плечевого пояса. Главное – избегать заваливания таза в полулотос. Если у вас легко получается, вам сидеть удобно, и есть опоры под спину, и спина в этом положении находится ровно, то почему бы нет? В принципе, да нет вопросов. Пожалуйста, сидите. Можно даже сидеть нога на ногу. Хотя очень многие рекомендуют, не рекомендуют так сидеть. Так вот, если сидеть и чувствовать плотное прилежание обеих тазовых костей к опорной поверхности, и при этом у вас легко лежит нога на ноге, то никаких проблем для позвоночника здесь нет. Нет слишком сильного передавливания. Потому что, чтобы создать передавливание кообращения, как многие говорят, когда вы сидите нога на ногу, для этого нужно так просидеть несколько часов. И потом ваши ощущения вас сразу выведут, если вы будете чувствовать онемение конечностей или неудобства области таза, вы просто поменяете положение. Главное понимать, чего делать, в общем-то, не надо. Не надо заваливать таз. Нужно следить за тем, чтобы таз всегда был параллелен грудной клетке и плечи, не заваливались. И, в общем-то, это основное требование для положений сидя. Так же, как и для положений, когда вы что-то выполняете, работа с весом, любые физические упражнения, мы на это обращаем. Это считается золотое правило корректного подхода к позвоночнику. Ну, а всё, что за этим, это, пожалуйста, посмотрите вебинар, если возникает какое-то недопонимание, либо напишите мне. Я уложилась 18 минут. Я, в общем-то, планировала не больше 20 минут, чтобы слишком не забирать ваше время. Если у вас после просмотра видео или после просмотра вебинара, может быть, кто-то первый раз его посмотрит, мы выложим сегодня это в Фейсбуке и в других соцсетях, то, пожалуйста, пишите мне. Все контакты есть. Приходите на практику, если вы живёте в Сочи. И в любом случае мы можем общаться с вами через Скайп. У меня есть несколько практикующих в разных точках страны и даже мира, с которыми мы занимаемся через Скайп. И вполне успешно. На этом сегодня всё. Прощаюсь с вами до следующей записи. Жду от вас вопросов, какой-то обратной связи. Берегите себя. И берегите свой позвоночник. Всем спасибо. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...